Барабаш Владимир Но, видя, то есть имея возможность видеть, что происходит как в республике, так и за ее пределами, в какой-то момент решил, что нельзя просто оставаться в стороне от того, что происходит. В республике много что нужно менять. Может быть и в стране нужно, но все-таки республика ближе и хочется как бы навести порядок там, где живешь. Живу я здесь, поэтому я принял решение выдвигаться. Многие СМИ, с легкой руки, наверное, Наталья Павлова, меня именуют не иначе, как пиарщик или политтехнолог. Вот. Отчасти это верно, но не совсем. То есть основа моей специальности, основа тем, чем я занимаюсь последние полтора десятка лет, это антикризисный менеджмент. То есть я специалист по выводу из кризиса проблемных ситуаций, проблемных предприятий, либо как бы проблемных городов или регионов. То есть такое тоже было. Мы с командой за последние полтора десятка лет, помимо того, что участвовали в ряде выборов в разных регионах Российской Федерации, где помогали независимым кандидатам преодолевать сопротивление действующей власти на выборах. То есть у нас в активе три восстановленных после кризиса предприятия крупных, построено два завода, тоже как бы там с нашим участием. То есть мы разрабатывали стратегии, транспортные модели для нескольких городов-миллионников в нашей стране. В принципе, для Уфы делали достаточно большую работу, то есть и по разработке стратегии города, и по разработке транспортных моделей. К сожалению, в Уфе это пока не нашло своего применения, в отличие от других городов. Поэтому, ну что называется, я достаточно хорошо понимаю, что происходит на земле. То есть я не являюсь профессиональным чиновником, или моя карьера с этим никогда не была связана. В связи с этим я как бы вижу в себе силы, вижу понимание, что нужно поменять, как это сделать. И понимаю там свои первые шаги. Я сразу как бы хочу заявить, что в случае своего избрания я прихожу на один срок. То есть никакого там продления или еще что-то не будет. То есть я свою задачу вижу как антикризисное управление в республике. То есть перенастроить, переналадить для того, чтобы был задел уже на новые перемены, на изменения, на рост в республике. Основными шагами, то есть я условно разделил на шесть больших блоков программу, то есть реформирование государственного управления, экология, экономика, национальная культура, социальная политика и защита граждан, защита конституционных прав и свобод граждан. Коротко по каждому пункту скажу. То есть когда мы говорим о реформе государственного управления, надо понимать, что сейчас все, что у нас существует, это создано под вертикаль, которая есть в государстве. У нас вся система отчетных показателей, вся система, по которой работают все чиновники без исключения, независимо, будь это глава региона или самый там мелкий чиновник в каком-нибудь отдаленном муниципалитете, все работают по принципу. То есть критерий оценки эффективности это статистика, исключительно настроенная по принципу чуть-чуть улучшить показатели предыдущего отчетного периода и показать своему начальнику, сказать, что вот мы улучшили, мы сделали лучше. При этом это доводит до абсурда, до маразма, то есть у нас существует система приписок, у нас существует система виртуальных абсолютно показателей, то есть начиная с промышленности, заканчивая сельским хозяйством. Я думаю, что если среди вас или среди ваших читателей есть представители, например, людей, кто знаком с нашим аграрным бизнесом в республике, то есть многие знают, что одним из основных критериев получения, например, субсидий является рост показателей относительно предыдущего периода. И, соответственно, это приводит к совершенно глупейшей ситуации, когда у нас виртуальные стада коров, виртуальные урожаи, и это все идет в статистику, и исходя из этого строятся все экономические планы. Это не имеет ничего общего ни с ростом благосостояния населения, ни с ростом сельского хозяйства, ни с ростом реальных доходов населения на селе и улучшения качества жизни. Поэтому я считаю, что в первую очередь необходимо вернуть выборность глав местного самоуправления, то есть разделить власти, для того, чтобы глава местного самоуправления в первую очередь отчитывался перед теми, кто его выбрал здесь на месте, а не перед тем, кто его назначил сверху, пусть это будет Уфа или Москва. И, соответственно, чтобы его критерий оценки был, это качество жизни в его конкретном муниципалитете, людей, которые живут здесь. И второй момент, это изменение ключевых показателей для всего правительства. То есть, во-первых, у нас очень большое дублирование функций между министерствами, ведомствами, госкомитетами. То есть, нашли совершенно шикарную лазейку. То есть, у нас нельзя увеличивать количество министерств, но можно плодить бесконечное количество госкомитетов, например, или управлений почему-нибудь. И у нас есть управления, которые очень сильно перехлёстываются функциями. У нас есть управления или госкомитеты, которые частично дублируют функции министерств. Это, кроме того, что ведёт к неоправданному росту расходов на содержание всего этого аппарата, потому что есть в каждом министерстве или госкомитете свой министр, у него свои замы, у них свои бухгалтерии, свои водители. Понятно, что людям нужна работа, но это не те рабочие места, на основе которых должна строиться экономика республики. Соответственно, в первую очередь необходимо сокращение всей этой дублирующей функции. Нужна полная автоматизация всех стандартных процедур. Уже сейчас, например, в Москве или у наших соседей в Татарстане, к примеру, полностью автоматизирована система работы с выдачей разрешения на строительство и полностью сопровождение всей стройки в цифровом виде. То есть от момента начала сбора документов на строительство до момента ввода объекта в эксплуатацию. Это исключает любые коррупционные какие-то вещи, любой фаворитизм в пользу какого-то застройщика или ещё что. То есть абсолютно автоматические процедуры. И самое главное, это сокращает число людей, задействованных в этом процессе. Лучше всего оставить профессионалов, которые будут реально решать сложные проблемы, реально будут разрабатывать программы и внедрять их по поддержке и помощи предпринимателям, социально необеспеченным, незащищённым слоям, чем держать кучу людей, которые перекладывают бумажки с одного стола на другой стол, то, что может делаться автоматически без участия человека. Ну и, соответственно, все ключевые показатели должны быть настроены не на изменение статистики в расчёте на похвалу руководителя, а на отражение нормальных человеческих показателей. То есть мы должны понимать, в чём выражается улучшение качества жизни. То есть качество жизни выражается в реальном росте зарплаты. То есть не так, что средняя температура по больнице, как у нас была встреча с врачами и с медперсоналом, когда говорят, что у нас медсёстры получают в среднем 38 тысяч. Но это вызывает смех, грустный смех со стороны того же медперсонала в больницах, потому что, ну да, в среднем может быть и так. Но это как в анекдоте про, что я ем котлеты, кто-то ест капусту, а в среднем мы едим голубцы. То есть не так. То есть по каждой отрасли, по каждой группе людей должны быть выработаны именно показатели, контрольные точки именно по этим людям, чтобы было понятно, что да, у нас медперсонал получает, сейчас получает 10 тысяч или 8 тысяч, но мы должны сделать, чтобы они получали 15. Не в среднем по больнице, а реально, чтобы минимальная зарплата была 15. И так по каждому направлению. Второй немаловажный аспект, которым должен заняться руководитель региона, это экология. То есть мы живем в очень сложном регионе, мы живем в очень сложной ситуации экологической. Вот сегодня, буквально с утра, слушая эфир «Эхо Москвы» в Уфе, очень показательно было голосование, людям задали вопрос, нужно ли сейчас за счет республиканских средств заниматься санацией химпрома, или ждать, пока федералы выделят деньги на то, что это же было федеральное, государственное предприятие, и соответственно, вся ответственность лежит на них. И больше 90%, по-моему, не ты вела эфир, да? Но можно пересмотреть эфир на сайте, больше 90% людей высказали за то, что этим надо заниматься немедленно, вне зависимости от того, будет сейчас поддержка со стороны федерального центра, не будет. То есть это то, что непосредственно влияет на всех нас, на каждого, кто здесь живет, вне зависимости от его дохода, социального статуса, или каких-то там наличия льгот или привилегий. То есть мы все дышим этим воздухом, мы все пьем эту воду, и в каждом из крупных городов существует своя экологическая проблема. У нас нет практически ни одного города в республике, где не было бы какой-то экологической беды. И это все нужно решать, и это все то, что в первую очередь нужно делать сейчас. Более того, но есть у федерального центра эти деньги тоже, то есть они готовы вкладывать, если их настоятельно об этом попросить, и регион может это сделать. Но, вне зависимости от того, из какого бюджета пойдет эта работа, то есть ее нужно вести, и самое главное, необходимо в кратчайшие сроки, то есть начиная прямо там с октября месяца этого года, создавать систему автоматического экологического мониторинга во всех городах, делать ее открытой, для того, чтобы все жители видели, какие источники загрязнения у нас есть, какие нормы там предельно допустимых концентраций превышены, то есть чтобы человек, который предупрежден, он, во-первых, может каким-то образом от этого защититься, и, во-вторых, это позволит более ответственно подходить и руководству к решению таких вопросов. Ну и то, что касается социально значимых вопросов, касающихся экологии, у нас очень легко принимаются решения, что является значимым для республики в экологическом плане, то есть какую гору мы скапываем, какую гору мы оставляем, какое ущелье мы там разрабатываем, какое не разрабатываем, где мы копаем, где мы там ставим плотины, или делаем свалки, или делаем там какие-нибудь полигоны, перерабатывающий комбинат. Вот все, что касается экологических вопросов, все, что касается принятия значимых, особенно для, в том числе будущих поколений, решений, эти решения не имеют просто права приниматься единолично кем-то, будь это глава региона, правительство, будь это, не знаю, министр промышленности федеральный. Такие вещи должны проходить исключительно через референдум. То есть, если это вопрос, касающийся локальной территории, соответственно, через муниципальный референдум, если это вопрос, касающийся всей республики, только через республиканский. Вот этот вот мораторий на проведение референдума, который сейчас негласно существует, его надо немедленно отменять, и такие вещи надо делать только через ситуацию, когда мы спрашиваем всех людей. Экономика. Сейчас сложилась такая ситуация в экономике республики, что ее основу, ну и вообще как бы как флагман, ориентир, мы очень, там, вся республика очень гордится своими флагманскими предприятиями. У нас есть нефтеперерабатывающие комплексы, газоперерабатывающие, машиностроения, ряд других предприятий крупных. Но практически все эти компании, будь то там структура Роснефти, будь то, я не знаю, пятерочка какая-нибудь или магнит, то есть крупные федеральные компании, у них ведь центры принятия решения находятся вне пределов республики Башкортостан. У них обороты, даже, условно говоря, взять тот же магнит, то есть не будем брать там гигантов нефтехимии, там, или машиностроения, но даже у магнита годовой оборот больше, чем весь бюджет Уфы вместе взятый, причем существенно больше. Как вы думаете, сидя в Краснодаре, руководитель этой компании сильно заинтересован в том, чтобы конкретные там люди в Уфе или конкретные люди в республике, что-то у них поменялось. Нет, это потребители. То есть с точки зрения людей, как потребителей, да, хотелось бы, чтобы они могли покупать больше. Но не более того, они не будут там особо вкладывать, на них никак не надавишь, на них никак там не вовлечешь в этот процесс. И вот здесь необходимо делать ставку на региональных производителей, на региональные магазины, ну, то есть все, что касается от производства, будь то сельхозпроизводства, производства там любой продукции, которая производится на территории республики, все эти сбыта, которые существуют на территории республики, они должны получать приоритет в первую очередь. Пусть это один небольшой магазин, пусть это небольшое производство там молока или мяса там, или там еще чего-нибудь, пусть это какое-нибудь небольшое там машиностроительное производство, но, то есть мы должны, и республика должна в первую очередь поддерживать своих. Есть инструменты для этого. Даже как бы наш налоговый кодекс российский, он позволяет менять ставки налоговые. В селе можно спокойно сделать для индивидуальных предпринимателей, которые открывают социально значимые какие-то объекты, то есть парикмахерская, какой-нибудь, может, магазинчик небольшой. Ну, то есть то, что повышает, как бы, культуру обслуживания, и вообще появляется, вообще, точка обслуживания на селе, у нас же люди уезжают ноги, потому что там нечего делать, там, ну, даже, там, не пострижешься, там, сигарет не купишь. Налоговый кодекс позволяет обнулять налоговые ставки. Это, как бы, всегда остается за скобкой, но, тем не менее, то есть по очень большому количеству налогов налоговый кодекс дает вилку. То есть федералы устанавливают вилку, в рамках которой регион может двигаться. И по многим из налогов эта вилка начинается с нуля. И, по большому счету, сильно потеряет бюджет, если конкретная, там, парикмахерская в каком-нибудь селе не будет платить 6% налога, как ЭП-шник. Да не потеряет сильно. Но, с другой стороны, это рабочие места, это, ворот, денег. Потому что владелец этого, там, салона заплатит рабочим, которому ремонт сделали. Люди будут туда ходить. То есть это оборот, это вовлечение денег в оборот. Это оставление денег в самом районе. Меры налоговой поддержки. Меры государственной экономической поддержки ключевым предприятиям. Именно своим, местным. Не то, что мы там пустили условный каранашпан и обнулили ему все ставки. У нас, при этом загубив свое аналогичное предприятие, за пределами, как бы, там, публикации, ну, или так, особо нигде не педалировалось, но у нас за последний, там, год, вот, за, там, 18-е, начало 19-го в республике закрылось три молочных производства. У нас сейчас нет своих крупных производителей молочной продукции. То есть у нас, если вы посмотрите в магазинах, что мы покупаем, там, сметану, например, ее всю везут из-за пределов республики. То есть даже если она называется как-нибудь аутентичная для, там, республиканского уха, там, для жителей республики, но если посмотреть данные, где она выпущена, это будет Пермь, Ижевск, Челябинск. То есть у нас челябинская сметана продается. Неужели, как бы, республика с ее сельским хозяйством не способна производить свою сметану или свое молоко? Способна, более чем способна. Но для этого надо реально помогать сельскому хозяйству. И здесь, вот то, что касается, вот раз уж сказал про сельское хозяйство, то есть здесь необходимо создавать прям отдельный комплекс мер по поддержке сельского хозяйства, именно касающийся и административной поддержки, то есть введение бухгалтерии, создание фактической МФЦ для сельхозпроизводителей, для внешних функций. У нас почему-то принято считать, что только там машино-тракторные эти станции, это вот панацея от всех болезней, что мы купили в район тракторов, и даем эти трактора каждому из сельхозпроизводителей по очереди. Но ведь бухгалтерия, работа с государственной статистикой какой-нибудь, даже просто вот оформить по всем правилам заявку на получение какой-нибудь государственной субсидии. Ну нет таких специалистов на селе, ну потому что люди заняты, в рабочее время они заняты тем, что они делают, там сеют, жнут, там удобряют, собирают урожай, а во внерабочее время, ну они что, будут ходить посещать курсы, там Министерство сельского хозяйства или Министерство промышленности, как правильно заполнить там форму номер 14 или там еще что-нибудь. Ну нет, конечно, потому что есть чем заниматься. И вот здесь государство должно помогать. И самое главное, что это не должна быть возмездная услуга. То есть возмездность не должна быть так, что вы нам заплатите 50 тысяч, мы за вас оформим заявку. Да ни в коем случае не так. Ну как государство может так помогать? Государство должно создавать реальные базы в каждом районе, то есть реальные агропарки, в которых будут вот эти все услуги, и заработок этого агропарка должен состоять не из прямого финансирования со стороны сельхозпроизводителей, они должны иметь долю с прибыли. И тогда они будут заинтересованы в том, чтобы подсказать, какую продукцию лучше производить, на чем фермер больше заработает, чтобы всегда у этого фермера была в исправности техника, чтобы у него всегда были оформлены все бумаги в нужном виде. То есть это есть, эти механизмы существуют и в мире, и в России, но почему-то их как бы никто не хочет переносить из соседней области сюда, на нашу землю и в сельское хозяйство. Ну и самый главный пункт по экономике – это цифровизация. Нельзя управлять тем, что нельзя посчитать. Это как бы там золотое правило бизнеса. И вот эти все виртуальные отчеты, с одной стороны, людей подводят под уголовку, потому что фальсификация государственной статистики – это уголовное преступление. С другой стороны, это все сказывается на отсутствии возможности даже квалифицированного управления отраслью или экономикой в целом, просто по причине того, что никто не владеет реальной картинкой. И вот здесь все эти вещи, то есть на примере даже того же сельского хозяйства, ну вот написали торжественно, что у нас там урожай составил 4 миллиона тонн зерна. Отлично. А если мы посчитаем, какая у нас вместимость элеваторов, находящихся на территории, а если мы посчитаем, сколько зерна могут переработать все наши предприятия, включая башспирт и хлебзаводы, мелкие лавочки, а если мы посчитаем все транспортные потоки, сколько из этого зерна покинуло территорию республики, любым видом транспорта, эти все цифры есть, это все практически открытые источники, достаточно их посмотреть. И почему-то окажется, что только 2 миллиона из этих 4 нашли свое применение. А куда делось еще 2? Была это приписка или это просто где-то закопали? Вот эти все вещи, их все можно считать, их все нужно считать. И это должна быть основа работы Кабинета министров. То есть только на основе реальных цифр. Национальная культура. Очень много копий сломано на тему того, что надо учить башкирский язык обязательно принудительно, не надо учить башкирский язык принудительно, живем мы в 21 веке, надо уходить там от корней, не надо. Корни – это основа вообще как бы любого. То есть пока, как только мы потеряем корни, то есть я сам не башкир по национальности, но мы живем на территории Республики Башкортостан. Мы все как бы живем здесь, и основа самой республики – это связь как раз историко-культурная. Это связь, основанная на языке, на культуре людей, которые дали название этой республике, людей, которые являются здесь коренным населением, и которые как бы на этих землях испокон веков жили, которые питались энергетикой этой земли. То есть необходимо создать, государство должно сделать шаг. Он сложный, то есть проще всего просто стукнуть кулаком по столу и сказать, так, учим все там в школах от мала до велика. Захотят дети это делать? Ну нет, то, что из-под палки делается, это не самое, ну сложно кого-то заставить, особенно детей. Они там экзамен сдали и забыли благополучно. А вот если создать программу развития именно культуры, развития языка, развития интереса ко всему этому, вот здесь, во-первых, то, что должно сделать государство, и то, что должно поощряться, в том числе и со стороны бизнеса. Простой пример, он очень локальный, очень маленький, но, не знаю, там многие видели, там сейчас продаются толстовки, кепки с надписью «ЭФЭ». И вот, Лена как раз в таком, да, здравствуйте. Молодежь очень любит такие вещи, и это интересно. И вот через вот такие маленькие шажочки, через маленькие какие-то истории можно создать именно очень хороший продукт. То есть не надо пытаться мерить там старыми категориями там или учебниками. Нужно создать интересный продукт для молодежи, чтобы молодежь сама к этому тянулась. И здесь, в принципе, достаточно большое сообщество креативных людей, там, маркетологов, ивенщиков, ну, то есть событийщиков, может помочь в этом. То есть это не то, чтобы там государство в одно там сели, там в Минобразие и какую-то программу разработали. Нет, вот именно вместе, но под руководством государства. Вспомним там всевозможные фестивали, которые сейчас проводятся, там Парк Ватан, который был. То есть очень много историй, где люди сами приходят, изучают, трогают, там, восхищаются тем, что, о, мы не знали, что так, а мы не знали там вот какие-то вещи. Но когда они прикасаются к этому, когда это подано интересно, когда это сделано не просто для галочки или отмахнуться, там, люди к этому тянутся, и вот эта вот связь поколений, она сохраняется и увеличивается. Социальная политика и защита граждан. Ну, наверное, самым ярким примером является забота государства о ветеранах. То есть каждый год в канун 9 мая мы вспоминаем, что у нас, оказывается, есть ветераны. При этом статистика, сколько людей осталось, это вообще просто катастрофическое. То есть там, ну, действительно, счет идет уже не то, что на сотню, уже на десятки. Но мы продолжаем упорно вспоминать о них один раз в году. Маломобильные граждане. Мы вспоминаем о них даже не один раз в году. А как только появляется какое-нибудь видео где-нибудь на Фейсбуке, где кто-то из маломобильных граждан не смог войти в поликлинику, в магазин, где кому-то из людей, кто плохо видит и зашел с собакой-поводырем, отказали зайти даже в государственные органы. Ну вот, вообще как бы так нельзя. И здесь вот одна из ситуаций, когда государство имеет все возможности для того, чтобы изменить данную ситуацию. И отговорки из серии того, что на решение этого вопроса надо 800 миллионов рублей, иначе мы там не сможем это сделать. Ребят, у нас есть примеры, где вкладываются миллиарды в менее социально значимые вещи. Может быть тоже нужные, но, извините меня, если у нас люди не могут пройти просто в поликлинику или выйти из своего подъезда, ну какие могут быть, какой может быть там футбол, хоккей, праздник шариков или еще что-нибудь. Ну, есть приоритеты, которые должны расставляться с точки зрения отношения к людям. Ну и опять-таки, то, что вообще не требует денег, это в первую очередь устранить всевозможные барьеры, касающиеся бюрократического сбора документов или еще что-то. Но молодая мать, которая с грудным ребенком на руках бегает, собирает справки для того, чтобы получить копеечное пособие, или молочные кухни, которые в Оренбургской области почему-то молоком до трех лет снабжаются хорошо, а на территории Республики Башкортостан после года получить льготное молоко практически нереально. В Оренбурге молока что ли больше? Или там как-то другая страна? Нет. Просто этим надо заниматься. И это то, что должно как раз стать критерием оценки эффективности работы тех членов кабинета министров, у кого это в подчинении. И это прямая зона ответственности главы региона. И то, что как бы нужно делать. Обеспечение жильем здесь же. Но есть же механизмы. То есть никто не говорит, что надо, как нам в 80-х, 70-х годах обещали, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире. Отлично. Сейчас даже в рамках майских указов Владимира Владимировича есть требования о повышении объемов ввода жилья. Кто-нибудь вообще из чиновников, которые занимаются сейчас сбором статистики, задумался, откуда эти цифры взялись. Никто. Проще пройти по дворовой обход, нарисовать огромный ввод ИЖС, который существует, и прекрасно отчитаться, что у нас там ввод почти 3 миллиона. Но ведь это же решает вопрос. Вопрос обеспеченности квадратными метрами на каждого человека. Вопрос в том, чтобы молодая семья не только могла снимать квартиру, вопрос в том, чтобы они могли, когда поженились, любая молодежь могла эту квартиру приобрести. Пусть в ипотеку, пусть снимать на льготных условиях с возможностью последующего выкупа. Но эта жилплощадь должна быть. Об этом никто не задумывается. Но самое интересное, что строительный комплекс, он ведь готов вводить и 3 миллиона квадратных метров, и 4 миллиона квадратных метров. А у них другая проблема. Они говорят, а куда мы это все девать-то будем? Кто у нас это купит? Кто у нас там будет потребителем? И получается, что у нас вся республика там сидит без жилья, ну, полреспублики сидит без жилья, и полреспублики, и все строители сидят и говорят, ну, нам некуда квартиру дливать. Но вот здесь республика может помогать. Но не можете сделать, там, расширить список льготных граждан, но сделайте социальное жилье в аренду. Вариант, вариант. Опять-таки, это не изобретение чего-то нового. Это существует в других соседних регионах, кто это так уже делает. Если, как бы, есть возможность снимать квартиру, например, за 4 тысячи рублей для молодой семьи, вместо того, чтобы платить за нее, там, 10-12, ну, это существенно, как бы, изменит и демографическую ситуацию в том числе. Ну, и то, что касается, как бы, там, работы с изменением, там, с повышением престижа рабочих профессий. Тоже большой вопрос. У нас везде, там, модно среди молодежи работать в офисах, белые воротнички, пусть лучше, там, за 15 тысяч рублей, но в офисе и за компьютером. При этом, там, хороший, там, слесарь где-нибудь на заводе получает гораздо больше. Но это не престижно, это не модно. И про них не публикуют ни в СМИ, ни в газетах, там, ни где-то еще информацию. То есть это не... То есть у нас огромные ресурсы государственной пропаганды тратятся на все, что угодно, кроме на то, чтобы, как бы, создавать, там, в том числе, вот, престиж рабочих профессий. Ну, и защита конституционных прав и свобод. Оно хоть и последнее, там, в списке и у меня, но не последнее по значению. То есть здесь пункты равнозначны в этом плане. То есть у нас республика является одним из флагманов, наверное, в России по вот этой вот вертикальной задачи по закручиванию гаек. Закон недавно принятый о запрете, там, об ограничении, дополнительных ограничениях на митинги. Там, всевозможные муниципальные фильтры. Речь ведь не только о муниципальном фильтре на выборы главы региона. То, что необходимо, там, собирать эти, там, 400, там, 450 этих подписей депутатов. Ведь на самом деле, если даже не отменять этот фильтр, но расширить его, если дать возможность людям собирать прямые подписи граждан. Если устранить вот эти ситуации, там, с тройными, четверными, там, пятерными проверками каждой подписи, когда, там, графологи, база МВД, там, ну, вот, совершенно, там, сумасшедшая история, когда бракуется подпись, потому что якобы человек значится как умерший, хотя человек, ну, реально существует. Но вопрос, что существует, для чего. То есть, если, как бы, государство и вообще весь государственный механизм заточен на то, чтобы ограничить людей, ну, это одно. Если, как бы, задача обеспечить избирательное право, это другое. И в данном случае, когда мы говорим о возможностях государства, когда мы говорим о том, что государство должно делать, государство должно в первую очередь обеспечивать конституционное право избирать и быть избранным. Соответственно, оно должно не выискивать основания, как не пропустить человека, а стараться, как бы, дать это право реализовать. Ну, и поэтому здесь одной из первоочередных задач, которые должны быть после избрания на должность, это как раз вот полная ревизия всех законов республики на предмет их ограничивающего действия на конституционные права и свободы. То есть, все эти законы о запрете митингов и собраний, все эти муниципальные фильтры, это все надо пересматривать и по возможности, ну, если уж невозможно отменить, то либерализировать до максимально возможных значений. Вот если вкратце о программе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok